Всем привет и добро пожаловать! Мы с вами продолжаем прохождение и развитие наших пипендронов. Вот именно так мы и будем называть. Не наггеты, не наггетсы, не козявочки, а именно пипендрики. Мне кажется, это просто охрененное для них название, но и просто идеально для этого всего дела у нас подходит. Значит, кстати, какой-то пипендрон тут уже у нас... Да еще и не один, ты смотри, в двух домах творится волшебство. Да, короче, у нас с вами будет походу скоро во время пополнения. Значит, что мы с вами будем сегодня делать дальше? Ну, конечно же, как и раньше, будем пытаться захватить весь этот мир, застроить его и сделать так, чтобы наша цивилизация процветала. Что у нас с вами есть по постройкам и по навыкам? Давайте, во-первых, глянем наше древо. А на древе у нас с вами идет изучение. Скоро у нас появится травяное плетение, соответственно, мы с вами сможем таскать больше грузов. А давайте-ка сразу с вами поставим еще деревянное, точнее, древнее подгребение. Поставим дальше на развитие ратушу. Ну и, наверное, Е. Пока этого будет достаточно. А также давайте-ка сейчас быренько полистаем, что у нас вообще, в принципе, есть из того, что мы с вами еще не сделали. Склады у нас с вами есть. А у нас с вами складов, кстати, нету, да? А раз их нету, значит мы... Ты смотри, а? Ты смотри. Они с этим храмом, короче, решили меня догонать. Они, мне кажется, каждую секунду пытаются его построить. И причем в тех местах, которые мне чертовски не нравятся и неудобны. Я нажимаю отмену. Я вот сейчас, как раз, убью свою божественную силу и запрещу вам здесь-то дело строить. Это что такое? Колодец. А, а это у нас модификация, точно. Я, кстати, прочитал огромное ваше количество комментариев. Я читаю, кстати, абсолютно все комментарии под всеми видосами. И на которые есть смысл, я всегда отвечаю. Я думаю, многие об этом прекрасно знают. В общем, вас было очень много. Я постараюсь всех поочередно сюда заносить. Естественно, в зависимости от того, какие вы профессии тут у нас выбираете. Кстати, у нас сейчас с вами 12 людей. Но я просто хаотично брать не буду здесь отсюда. Как раз таки всех наших персонажей переименовывать. Мы просто будем кого-то назначать какую-то работу. И сразу буду брать вашего перца, естественно, из комментариев. Ну что ж, ладно, значит, еще раз смотрим. Нам надо поставить с вами склад. А склад мы с вами сделаем где? Хм, интересный вопрос. Ну, давайте, наверное, точно не около жилых помещений. Куда-нибудь давайте к скале его оттащим. Здесь, во-первых, и камни есть, да. А во-вторых, здесь у нас с вами еще идет большая добыча леса. Поэтому вот тут мы где-нибудь в уголочке, чтобы он никому не мешал. И разместим. Как раз здесь у нас еще хижина инженера. Так, а сколько у нас стоит этот самый склад? У нас стоит 20 бревен и 20 камней. Слушай, ну, нормально, да. Дальше, что у нас с вами еще есть из построек помпы. Кстати, помпы точно. А мы помпы с вами достроили. А мы с вами помпы достроили. Они у нас вовсю качают две штуки. Первая и вторая работают на полную. Воды, точнее, к счастью, у нас дохренича. 7 миллионов литров, да. Так, дальше что у нас? Резервуар на 80%. А этот у нас пока не качает. Да, но они, то есть, эту сейчас до сотку догонят. И, соответственно, начнут наполнение следующего. С едой. С едой, кстати. Слушай, а может быть там еще одного рыбака сделать, а? Что думаете? Мне кажется, еще один источник еды нам явно не помешает. Наверное, здесь его нет смысла ставить. Да, у нас он, тем более, тут и не влезет. Поэтому тогда поставим его вот тут сбоку. И назначу какого-нибудь нам нового рыбака. О, это смотри. Ходит. Это у нас кто здесь? А это у нас какая-то дамочка. Ходит, собирает ягодки. Да? А эта дамочка у нас туда будет. Кем? Правильно. Фей хуёй. Фей хуя Надюша. Я думаю, многие ее знают. Раньше с ней очень много стримили. Особенно кухню. Надюша, у нас пока, к сожалению, на данный момент нет еще ферм. Но будешь, раз тебе нравится такая тема, значит будешь ходить собирать ягодки. В общем, добро пожаловать к нам в поселеннице. Что у нас тут с вами еще имеется? Слушай, ну пока есть построек. У нас не шибко много. Надо будет дальше делать развитие. Я так полагаю, у нас оно как раз-таки пойдет после того, как мы с вами изучим ратушу. Хотя смотри, у нас уже появился календарь. У нас уже появилось министерство воды. Слушай, ну у нас тут министерство, короче, будет походу до хрена и больше. И охота. Охота. Это чертовски важно. Ну давай, наверное, сделаем календарь. Дальше сделаем сельское хозяйство. Ну и пока все. А как дела у нас там с нашим рестораном? То есть, на море у нас просто изобилие, куча ягод, какая-то рыба, мясо, стеки. Учитывая то, что мы сейчас с вами вообще не ходим на охоту, да. Но, однако, у нас уже, короче, появилось мясцо. А еще кто-то сломал ногу. Надо его вот так вот подлечить. Да. Сломал ногу. Где-то я это уже видел. Кстати, да, по поводу архива, ребята, я сюда буду периодически, ну, рандомного чувака назначать, да. Потому что, если он здесь будет на постоянке, он будет делать автосейвы. Вручную, естественно, он будет заниматься именно теми сохранениями, которыми я буду именно назначать. Слушай, они колодец у нас здесь доделали? Да, колодцы у нас доделали. Первый, второй и... Еще где-то тут у нас был, по-моему, третий, если не ошибаюсь, да? Да, вот. А, насчет нашей, с вами, нашего с вами рыболовного пирса. Ну, потихонечку начинает потаскивать дерево. Три человека, кстати, работают. Ну, отлично. А кто у нас станет следующим рыбаком? А рыбаком у нас станет кто-нибудь, наверное, и, короче, там, рандомно назначим. Хотя, зачем ждать, давайте сразу сделаем. Я его назову Серега Боссум. Да, Серега, добро пожаловать. И, кстати, он очередной Серега. Еще один Серега. У нас Серега плает хом, здесь рыбача, здесь Серега инспектор, здесь Серега Боссум. Прямо какое-то поколение Боссумов и, точнее, о, блин, поколение Серег будет заниматься рыбалкой. То есть только на их плечах у нас как раз-таки будет идти вылов. Да и вообще, в принципе, будет отвечать за рыбный промысел. Блин, за этими пипендросами так классно наблюдать. Они такие вообще, блин, крутые на самом деле. То есть бродят, что-то ходят, пытаются сделать что-то, да, добывают ресурсы. И все отвечает как раз-таки как один большой организм за развитие целой нашей с вами колонии, целого нашего поселения. Так, слушай, а что у нас со складом? Склад у нас уже вовсю строится. А кто там отвечает у нас за постройки данного произведения, данного шедевра? Кстати, склад здесь достаточно примитивно выглядит. Чем-то напоминает игру. Буквально недавно в нее играли Foundation. Да, есть, кстати, она на канале. Там точно так же склады были разделены на блоки, на плитки. Соответственно, на каждой плитке они складировали свой ресурс. Ну, смотрите, самое интересное, здесь у нас шесть ресурсов, да. Но складируются только вот прямо по кусочкам, по блокам. Прикольно. Я даже боюсь представить, что там. Добро, серьезно, опять храм? Слушай, ну вы прямо около дороги его строите. Ну, какого хрена? Ну, отмена. Ну, давайте в другом месте. Ну, что вы за люди такие? А, да, извините, я забыл. Вы же не люди, вы же пепендроны. Кстати, насчет названия пепендроны. Как вам такое название? По-моему, отлично, да? Мне кажется, оно шикарно будет подходить для, как раз-таки, обзывания наших с вами поселенцев. А это что такое строят? А, это еще одна лачуга. Смотри, развивается. А кто у нас здесь живет? У нас семья Ламбро. Давай посмотрим, какой у них дом выглядит. А, ну такой домик мы с вами уже увидели. А этот что? Этот тоже мы с вами видели. А здесь у нас что? Что-то интереснее-то будет? Слушай, ну вот, некий другой декор. Смотри, причем кровать такая сделана у них наверху, да? То есть, как второй ярус. А снизу, знаете, еще не хватает печки. Не для того, чтобы их, естественно, сжарить, а для того, чтобы им было тепло. Ну, это, кстати, крутая хрень. Кто спал на печке в деревне, а? Или, может, кого-то дома есть до сих пор, кто там живет. Блин, плюс поставьте. Просто посмотрим, какое количество людей вообще знает, что это такое. Потому что для большинства это просто, знаете, часть из какой-то там сказки. Ну, конкретную сказку, я думаю, и так все прекрасно знают. Ну, на самом деле, обилие таких сказок идет как раз-таки про печ. О, смотри, они и склад достроили, да, целиком, и уже начали заполнять его. Классно. Еще такая главная здесь тележка стоит, а? А заметили, что у каждого дома, абсолютно у каждого, сейчас мы только найдем тот дом, у него свой логотип, у него свой символ, то есть символ их семьи. То есть, предположим, здесь, видишь, крестик с ноликом какой-то. Здесь просто какой-то некий глаз. А вот здесь, походу, смотри, это две семьи, да? Либо они дружат. Вот, мы посмотрим, Серега, инспектор здесь живет, а здесь у нас кто живет? А здесь живет сосна, блин. А здесь хамики. Слушай, ну, возможно, если там проследить родословную, то, возможно, как раз-таки, кто это? Хамики, он как раз-таки, наверное, сын инспектора, да? И он как раз-таки продолжает его род. Это круто, это реально круто. А здесь какие-то короли морские или рука. Ну, здесь, в общем, какие-то странные персоны живут. Смотри, а у нас тем временем подъехало кладбище. Десять камней и десять, ой, точнее, двадцать камней и двадцать бревен. Ну, мы кладбище однозначно должны будем разместить. Это, к сожалению, неотъемлемая часть и не только игры, но и, естественно, и жизни. Поэтому здесь это все сделано очень синхронно, все очень символично. Поэтому давайте разместим недалеко от больницы. Но, может быть, только, наверное, вот сюда, по-моему, как-то в скалы их убрать. Нет, получится? Да, слушай, получается. Как раз-таки около... А, ну там вода рядом. Слушай, это как-то очень странно будет прям около воды, да, кладбище размещать. А здесь у нас получится где-нибудь его поставить? Вот, смотри. Вдалеке, около скал. Классное место, кстати, реально классное. Так мы, наверное, немножечко так его развернем. Во. И вот так его поставим. По-моему, очень круто. Так, а это у нас что такое происходит? А-а-а. Серьезно? У нас происходят выборы. Выборы 2019. То есть в президенты. Самое, что интересно, прикинь. Здесь тоже такое есть. У нас три кандидата и наши поселенцы, и конкретно их 17 человек, которые могут голосовать. Несколько детей, но они, естественно, не имеют права голоса. У нас выбирается боссу. Он у нас хочет вдвойне увеличить количество рациона, которые потребляют наггетсы. Счастье плюс 10, потребление еды плюс 100. Дальше у нас есть делкум бумбру какой-то. Религиозное направление. Наггеты направлены больше на религию, чем на исследование. Производственные очки создателей. Плюс 15, скорость исследования. Минус 30. Нет, мне это не интересно. Кстати, я тут никак не влияю на выборы, прикиньте. То есть это вообще абсолютно такой, знаете, рандом. Бесплатный водяной фильтр в доме у каждого наггета. Плюс 25, скорость и пополнение воды. Водяные здания разрушаются вдвое быстрее. Нет, тоже плохо. Но самое, что интересно, Ти Тути, она как раз-таки походу побеждает. Шесть голосов за нее. Блин, давайте валить себе дружно за Серегу Боссума. Серый, действительно, счастье плюс 10, потребление еды плюс 100. Блин, хотя тоже такая система, да? Хотя, с другой стороны, может быть, лучше по Скайбой скорость восполнения воды плюс 25. Но у нас с вами как раз-таки есть инженеры. И если что, мы поставим даже два дома инженера. И, соответственно, дома будут в лучшем состоянии. В общем, на самом деле, не самые какие-то лично для меня интересные бонусы, которые они дадут при своих кандидатурах. Но тут остается только одно. Это просто наблюдать и ждать, кто же у нас там станет. А тем временем, надо, кстати, назначить сюда Серегу Боссума на нашу рыбалку. Кстати, где? Тут фейху я вижу. Андрюху колвейфт. Нет-нет, Туа. Боссум, вот Боссум. Боссум больше не рабочий. Боссум теперь у нас рыбак. Вот так вот. О, у нас как раз-таки выборы подошли к концу. Походу, да? Осталась одна минута. Кстати, здесь все изучения, все вот это время, которое требуется на развитие, это как раз-таки реальное время. То есть, это то самое время, которое мы сидим с вами и ждем до того момента, пока то или иное у нас откроется. А, кстати, у нас еще открылось Министерство сельского хозяйства. Слушай, почему столько много министерств? За хрена их так много. Слушай, ну, это реально какой-то, знаете, жизза. Действительно. У нас министерство, министерство для министерства, начальник начальника, начальник замначальника. И вот вся так игра у нас, походу, и будет построена. Давайте поставим еще очистку материалов Это очень важно, кстати, мы сможем дальше развивать Наше водное направление Культура, ну культура-то классно, куда же без нее Кстати, тем более, эта культура нам даст что? Смотри, открывает фамилии То есть это будет полноценно уже такое семейное древо Хм, классно Но, наверное, давайте мы немножечко подождем С нашей культурой, я все-таки хочу именно получить Хороший буст Вместительный скалутся плюс один, смотри, кстати Хороший буст именно В плане наших вообще вещей Ну и, соответственно, производства А кто у нас тут гуляет такая С лепесточками, ай, Танюша с ленивым Понял, гоняет кого-то пацана с топором Такая за ним несется Он свалил куда-то там подальше Так, а выборы что состоят? Ну, слушай, тут походу, да Титуния, она у нас победит Да, у нас получается плюс 25 скорости В исполнении воды и водяное здание Будет разрушаться двое быстрее Слушай, ну, раз такая у нас с вами пошла тема Как говорится, да, значит, надо будет нам поставить Еще, о нет, не то я выбрал Надо будет поставить еще одно здание По инженерии То есть тот, кто будет отвечать Как раз-таки за постройки За ремонт их Так, а куда нам его разместить? А давайте-ка, наверное, мы его поставим Недалеко от склада Кстати, слушай, а у нас они влезут, интересно, два рядышка Вот здесь? Теоретически, наверное, да Теоретически, да А вот как это будет смотреться Это пока неизвестно Это пока неизвестно Хотя вот здесь Слушай, 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 слушай А прямо Так, Титуни победила Да, фильтр проводил Праздник плюс топ хэппинес Ну давай У нас с вами забрало 100 очков Зато перерыв, ты смотри У нас тут с вами и салютный праздник У нас 100 магических сил Зайта смелось Ничего страшного Как бы она быстро исполняется Зато у всех теперь появилось дополнительное счастье Да, кстати Надо будет еще какую-нибудь очередную салюту строить Да, где у нас инженерия Инженерия вот у нас Они, кстати, будут очень классно смотреться Мне сразу что-то напоминает тропика Когда мы выстраивали сами строительные компании Все вот так в ряд, да Вот так вот, да Значит, смотри У нас вышка синоптика Соответственно, мы теперь сможем узнавать прогноз погоды Крутая штука Кстати, стоит 30 дерева, 30 камней Кто-то у нас будет синоптиком И у нас еще появилась гератская ратуша Классно Давай начнем, наверное, с вышки синоптика У него какое-то покрытие есть? Нет, покрытия у нее никакого нету Но раз так, прям можно в центре ее бахнуть И все Но нет, это так не работает Так не работает Давайте, наверное, мы ее оттащим куда-нибудь Вот за жилой массив Вот здесь она пускай будет находиться Ну, слегка так в сторонке Хотя, что значит слегка в сторонке? Это пока в сторонке Чуть позже здесь все равно будет все заселено Во, у нас как раз здесь вход И вот тут мы его поставим А у нас еще появился, смотрите, эффект дождика Дальше у нас лесоразведение Мы с вами можем выращивать деревья Там, где их вообще нет Кстати, это интересная штука Давай попробуем Сколько это у нас стоит? Это у нас стоит 2 единицы А мы сейчас сделаем, предположим Вот здесь небольшой пассив деревьев Ну-ка Вот, посмотри Божественная сила Прямо отлично работает Деревья Как грибы растут Охрененно Так, я даже знаю, что такое Да, опять свой храм Слушай, ну, пипл Вы какие-то неугомонные Хотя, с другой стороны, ладно Здесь более-менее нормальное место Рядом как раз-таки с инженерным С инженерным таким районом Они здесь будут спокойно проходить Только надо эти деревья будет вам выкосить Которые мы только что, кстати, посадили, да? Ну, естественно, здесь будет у них храм Ну, давай посмотрим Ладно, пускай здесь строят Неужели, наконец-таки, вы нашли нормальное местечко? А вот эти подарки прямо вообще Нет, просто нечто К сожалению, только это никак у нас не работает Так, новый сосед Начал свою постройку В смысле сосед? В смысле, блин, сосед? Какой нахрен, блин, сосед? Ну, вообще, это кто-то единственный или нет? Слушай, а у нас, может, с ним будет вражда или что? Ты посмотри, где он находится Ну, у них пока только начало У них как раз-таки а-ля Адам и Ева старт Балдамбелто какой-то у них тут ходит, товарищ Не? Ладно, возвращаемся В общем, будем пытаться с ним дружить Ну, если что, значит, быстро его отсюда выселим Ты смотри Ты смотри, какой они храм от бабах Или просто охренеть Это мне что-то напоминает Этот самый Фрост Панк Помните, у них такой же был алтарь Жертвоприношений Здесь какие-то Огни, дьявольская штука Какой-то непонятный товарищ С рогами стоит Это вообще хорошая штука или нет? Жертвоприношения приносить Медленно, быстро, следно Слушай, ну, с этим надо будет разобраться С этим надо будет реально поразбираться Так, храм, открой панель храма Чтобы получить предоставление О вашем божественном влиянии Ооо, злобные действия Так же, как устройство И перенесет жертву наггетов В храме несут Начнут доводить страх На вашу стилизацию Их уровень страх Определяет, сколько очков Создателя вы заработаете За жертву наггетов Короче, то есть мы будем Должны убивать наших пипендросов Для того, чтобы получить Себе какие-то очки Влияние Да нет, блин, ну его нафиг Такое себе сооружение Это вообще инженерная хрень Или это какая-то религиозная больше Слушай, ну ладно Пока надо подумать Хотя, хотя, хотя Я знаю, кого мы себя назначим Кого-нибудь сейчас Из мужиков Так, работник Работник у нас туда пойдет Нам нужен мальчик Вот этот, например Да Да, шикарно Сейчас он сюда отправится И мы посмотрим Где он у нас есть У нас такой будет Некий священник Где он? Что-то я его не вижу А, вот он и лежит Им у нас станет Якут Леха Короче, в общем Этот храм Это в твоей сфере влияния В общем, надеюсь Тут без фанатизма Все у тебя будет происходить Друг, очень добро пожаловать к нам Горелки Да, еще раз повторюсь Всех я сразу загрузить не смогу По мере появления работ Но однозначно все появятся Ну, так же, да Не забывайте писать комментарии Если вдруг я вас пропустил Поэтому лучше продублируйте Слушай, знаешь, что мне интересно Леха будет без просто Сейчас ходить на гетов И просто бросать в эту Убийственную машину И приносить нам очки влияния Если так, то, Леха Ты, короче, это самое Ты смотри Мы сейчас скорую тюрьму построим Кстати, по поводу тюрьмы У нас тут есть информация о преступности То есть чуть позже У нас, скорее всего Начнется по ходу дебоширства Я читал комментарии Кто-то писал Добавь меня там Я буду дебоширить Или там был лукашом Ну, да, ребят Чувствую, скоро ваше время придет О, у нас, кстати, кладбище есть А на кладбище у нас Кто-нибудь пойдет А кто на себя пойдет? Хм А на кладбище Надо будет работать Вадим С ником-ником Вадимыч, короче Мечехиру, друг В общем, добро пожаловать И, соответственно Это теперь твоя зона влияния Да, не самая лучшая работенка Но, поверь Это надо кто-то делать Это надо кто-то делать Блин, что я сказал? Это должен кто-то делать Пускай будет и я Тебе доверяю в этом плане В общем, я уверен Что все у нас эти ритуалы Будут проходить прямо как Отлично Ты смотри Ты даже сразу шмотки переодел Ну, ни хрена себе С черным черепом Такие Такая накидка Точнее, с белым черепом С черной накидкой Бородатый, усатый Слушай, ну, классно У нас, кстати, сколько мест? Ну, достаточно как раз Такое количество В общем, у тебя даже свой домик сразу появился По-моему, круто А это у нас, типа, кремация здесь будет проходить, что ли? Ну, скорее всего, да Слушай, да, кстати Здесь будет проходить кремация у нас Вот, смотри Ебышка у нас подъехала Так, нам потребуется сюда повар Ну, не повар, сотрудник Нас повар Сотрудником здесь станет Хиба-босс Но он не станет не Хиба-боссом Он у нас будет другим Музевс, друг Добро пожаловать Тем более, с твоим-то ником Это сам Бог тебе велел Ты часть за погоду Правда, что-то Ни хрена не захотел Уйти на работу Ты сразу что-то пошел в дом И что-то там делаешь Теперь ты у нас Кто, деятельность? Синоптик Слушай, давай-ка посмотрим Что нам вообще говорят синоптики Дожди, ветра Показывать погоду Нет? А, я понял Я понял Нормально, короче Отправили на работу Он пошел шпрехаться там Ну, ладно, окей Почему нет? Перед работкой Есть такая пословица Для женщин, да? Когда ваш муж уходит на работу Он должен уходить С полным желудком И с пустыми яичками Вот так и здесь, да? Слушай А у нас же еще Появились как раз-таки Возможности дальше Что-нибудь развивать Ну так Нет Сельское хозяйство Я не хочу Дальше что у нас получается Улучшение колодца Да, давайте сделаем Кожаные ведра Вместительность колодца Плюс 7 единиц Шикардосно Скорость восполнения воды В колодце Хм Почему нет? И у нас Вместимость колодца Плюс 1 Скорость восстановления воды В колодце Плюс 5 Вот так вот у нас, да? Опалубка шахты К колодца Шикардосно Все, мы с вами будем полностью Сейчас как раз-таки Прокачаем воду И, соответственно, наши ребята Уж точно не будут Испытывать жажды А что у нас там в столовке? Я вообще хотел бы еще в столовке Параллельно прокачать Не? Не получается? Смотри Реально, таки заходят По два человека Кушают Кстати, второй Куда-то у нас делся В неизвестном направлении Но, однако Кстати, да У нас было, наверное, нарисовано Что-то их двое кушает Да, смотри Хм Ну, ладно Наверное, второй Только еще идет Рыбка Ну, да А что у нас сегодня обед? Рыба, конечно Больше другого-то ничего У нас сегодня нет Кстати, да Рыбка А у нас тем временем Подходит зима И, следовательно Наши лодки сейчас походу встанут Ну, что, Серега? Кстати, здесь не ошибешься Один Серега Второй Серега Третий Серега Все три наши Пирса С людьми Садим как раз-таки именем В любую не тыркни И все равно попадешь в Серегу А что у нас с вами есть еще? И тогда есть построек Столовка у нас есть уже Хижин-инженер у нас с вами стоит Кладбище мы с вами вроде как построили Городская ратуша Кстати, городская ратуша Да Добро пожаловать в новый дом Правления И место сомнительных решений Наконец-таки Пипендросы смогут Автоматизировать промышленность И становить более эффективными Цель бюрократии Упростить различные операции В цивилизации Но население, как обычно, будет думать Что все это замедляет работу Слушай, ну, сказать Ну, ни хрена себе Вот такая ратуша Слушай, ну, да Уж она что-то прямо чересчур большая Слушай, ну, раз такая у нас тема пошла Давай ее, наверное, выносить на отдельный мир Вот такая центральная у нас такая постройка Сейчас мы тебя как-нибудь разместим Наверное, вот так вот Да? Под таким углом Мы же все-таки с вами не находимся там В тетрадке, в клетке, да? Где все ровненько и по пунктикам У нас так, легкий хаос И он превращает такую некую красоту Ты смотри, Зевс-то забрался Смотри, забрался наверх Сидит, там что-то флаг трет Ты в окуляр свой лучше смотри Погоду нам предсказывают О, слушай, хотя тут не надо особо смотреть У нас тучи-то сгущаются Надо будет заняться еще дополнительной прокачкой Каких-нибудь интересных наших строений Кстати, слушай, у нас народу стало много Может быть мы Добавим все-таки теперь на постояночку Сюда кого-нибудь Например Например, нашу обратно Танюшу с Селеньем Так, надо ее найти Где она находится у нас Е-мое Так, здесь у нас Викуля Не то, не то, не то Здесь Селеньем, Селеньем А, вот она Нашел Теперь у нас будет игра еще автоматически сохраняться И, соответственно, за это будет отвечать целый человек Слушай, смотри, кстати Склады у нас тоже постепенно заполняются И, наверное, есть смысл Будет поставить еще один склад Но в другом месте Слушай, а как тебе такой вариант Если мы поставим склад Недалеко от нашего с вами От наших пирсов То есть у нас с вами здесь будет Храниться как раз-таки Именно запасы еды Да и с другой стороны У нас наша мамочка Да, кстати, она у нас не тронута Я не буду ее переименовывать Она как была и лу Так и останется Соответственно, она сможет Все быстро приходить И забирать Пополнять свою провизию И, соответственно Не готовы пить еще Ну и будет дальше уже ее Предотвращать вкусные Свои кулинарные шедевры А вот, кстати, и апгрейд появился наш Как раз-таки наши колодцы подъехали Что для этого требуется? А, для этого требуются уже доски Смотри, да И обработанный камень Ну это, конечно, замечательно и здорово У нас пока этого нихренашеньки еще и нет Это надо будет нам с вами все Прокачивать и выкачивать Сейчас посмотрим Что у нас тут с вами еще есть О, а у нас и ферма первая появилась Ты смотри Слушай, ну почему нет? А давай-ка Ну так, давай-ка мы ее поставим Где-нибудь Только вот где? Вот здесь у нас камни Здесь все-таки у нас центральная площадь Ратуша Ну здесь было бы странно Если бы мы здесь с вами устанавливали На полях Хотя смотри Когда мы будем с вами подводить Ближе уже к постройке Будет появляться, соответственно, табличка Видишь написано? Равнина, да? То есть мы с вами можем выращивать Только здесь те культуры Которые растут на равнинах Тут огромное количество Разнообразных территорий Да, естественно, у всех У них есть свои потребности В плане роста О, кстати, слушай А у нас здесь на границе будет Пустыня То есть что-то будет Что-то растет на пустыне А что-то будет растет на равнине Слушай Ну это, по-моему, отличный вариант, да? Давайте-ка, наверное, как раз-таки фермы Мы с вами сюда и перенесем Так, значит, первую ферму Мы поставим вот тут А вторую ферму мы поставим с вами Уже как раз-таки Растет на пустыне Вот здесь Правильно? Не, неправильно Знаете, почему неправильно? Потому что она неровно стоит А это мне прямо Надо переделать Мы, наоборот, будем Тогда отталкивать Сначала от верхней Вот отсюда Вот так ее ставим А вторую мы развернем В обратном направлении Вот таким вот образом Чтобы у нее был Краский выход Вот сюда Блин, единственное, что Тут где-то у нас черепашка Какая-то ползала Главное, чтобы ее не сожрали Хотя она сразу В кости превратилась Ты смотри Только мы поставили Сразу же все А, нет, смотри Она упалзла Она упалзла, да Это Донателло какой-нибудь Кстати, кто раньше смотрел Черепашки Ниндзя? Какой у вас был Любимый персонаж В комментариях Черепашки Ниндзя? Я всегда прикалывался По-рыжему Это у нас И, насколько я помню Был кто? Правильно, Микеланджело Он самый такой Сумоточный персонаж На самом деле Вот так вроде кажется Играешь в одну игру Да? Про поселение Про наших пепендросов А она настолько обширная Что тут можно затронуть Абсолютно любые темы И про кулинарию И про мультики И про фильмы И про какие-то жизненные Принципы, позиции То есть они действительно Очень Очень игра, кстати Классно в этом плане подается Кожаные ведра подъехали Шикардо Кто там у нас? Ага Семья босса У нас тут семья босса Это что? Прямо аж гром и молния произошла Это в честь того Что боссом это что-то сделал Волшебство? Вот дает, блин Походу Нет, стоп Я слышу этот странный звук Это НЛО у нас Блин, охренеть Просто охренеть Надеюсь, он сюда не прилетит Еще говорят, что НЛО не существует Вон оно летает А прикинь, если оно заберет Наших Пипендросов И как быть? И что мы будем делать? Но это очень странно Смотри, я ратуша построилась Классно выглядит Огромнейшее просто сооружение И замок нарисован Да, вход только Значит, кто у нас здесь будет работать? Здесь бы нам кого-нибудь добавить Вообще, в идеале было Внеся своего А у персонажа закинуть Ну нет, наверное А, я знаю, кто у нас тут будет У нас Андрюха Кулвейв Так, сейчас мы его найдем Вот он у нас Он у нас как раз таки просто рабочий Теперь у нас будет находиться Губернатором стал Моментально, да? Просто из рабочего класса Сразу стал губернатором Да какого хрена? Ты смотри, что он творит Серьезно? И он еще врез... Серьезно? Он врезался в экран Круто Так еще он уничтожил Я не успел посмотреть Он что-то сломал Он сломал наш ресторан Ах ты, гаденыш Так, ну ладно Ресторан не сфер такая какая-то Знаете, для нас утрата будет Мы его моментально сейчас восстановим Столовка Сейчас мы тебя разворачиваем И ставим вот сюда Вот так, да? У нас, по-моему, была она Плюс-минус Во Тут как раз У нас тропинки были Ты смотри У нас Произошла первая смерть Кто-то умер Элу умерла Охренеть Ну это просто жесть Если я не ошибаюсь Там, по-моему, делается Вот таким вот образом Убираем телекинез Да? Вот так вот И убираем ее отсюда И она должна была оказаться Либо на кладбище Либо я не помню как Как-то, в общем, у нас это было работано Я просто давно Мне, точнее, давно никто не умирал уже Так, ну Восстановить нам ее точно не получится Сейчас посмотрим Ну-ка, попробуем еще разочек Где у нас телекинез Для того, чтобы можно было сделать перемещение Так, телекинез Вот он у нас, да? А, во Зажимаем и переносим ее на кладбище Давай, Вадимыч Это теперь твоя тема Вот так вот Ну это горе Это утрата Вот так вот Прямо какая-то каша повелась кровавая Вроде тело перенесли Походу готовится заряд Смотри, а? Ну и ложка, короче А он что делает-то? Он просто кого-то утаскивает Да, по-моему? Слушай, а здесь ничего не было особого Так Ох, создатель, так Все еще пахнет Так, используйте силу создания восстановления Очистите зону Очагом заражения Угу Восстановление Сейчас мы попробуем У нас, правда, есть этот самый Кто отвечает за кладбище Наверное, он должен был прийти Здесь это все дело убрать А, ну слушай, он пришел, да, и убрал Молодец Просто малорик А что с телом-то у нас здесь будет происходить? Интересно Ну-ка, я все восстановление попробовать Не, ну это не вариант уже Пытаюсь оживить лужицу Мда Это вдалеке у нас гром Что-то хрена, что-то мама не горит Ты посмотри, а? О, первая ферма подъехала Так Здесь у нас будет другой человек Здесь у нас будет работать Надюшев и хуя Вот она Как раз я хотела быть на ферме Выбрать семена Ты смотри Будет выращивать в руках Кровавая диарея Боже Ха-ха-ха Ну и название Кровавая диарея Слушай, мне кажется, даже если он полезный и вкусный Я даже, кстати, название бы не стал такое Пробовать Ну, что ж поделать Ладно Надюш, надеюсь, у тебя не будет диареи И тем более муж кровавый Охрен он здесь, эта тортилла все ползает Почему еще мы ее здесь съели? Значит, что надо сделать? Надо проверить, что у нас с вами А, вон, смотри У нас вот здесь заражение, да? Ну-ка, здесь у нас восстановление будет работать Сейчас мы проверим Во! Шикардосно, да? Они у нас, получается, заразили Точнее, Элуэ у нас, когда умерла Она заразила источник Теперь мы этот источник с вами подчистили Удобно, кстати, потому что у нас теперь есть еще и календарь, да? Ой, календарь, господи Гесметио наше местное Показы как раз к температуре Потому что скоро у нас будет похолодание минус 25 Это через, говорю, два сезона За это время надо успеть нам наловить рыбки Так, а почему у нас здесь работает инспектор? Здесь у нас работает боссом А почему не Серега? Нет, это неправильно Здесь должен быть Серега Или его утащили? Слушай, а может быть, плейтхом это утащили? Это будет офигенно Как не круто Ты прикинь? Как раз таки, когда он пробегал здесь Я думаю, что за божественный свет? А это действительно у нас кого-то затащили Ну ладно, значит, будет у нас здесь работать ушмаши Я даже без понятия, кто такая Ну, в общем, пускай она занимается ловлей Хотя нафиг ушмаши Пускай лучше будет нам как раз таки Наш с вами живой аватар Это будет Панька Панька, добро пожаловать! Будешь у нас теперь рыбаком Давайте посмотрим, что у нас там еще по шахтам По нашим, по шахтам По нашим исследованиям есть Так, дальше Министерство воды Система атака колодцев Ладно Прикорм и наживка Это как раз для охоты У нас пошла тема Образование, культуру Ну давайте, давайте Давайте, давайте Давайте сделаем им фамилию Сделаем, конечно же, однозначно Кипяченую воду Потребность нагетов в воде уменьшается на 7% И Сделаем групповое блюдо Потребность нагетов в еде уменьшается на 20% Это охрененно как дофига Это очень много А что у нас, кстати, по запасам еды? 46 единиц Да? Ну, слушай, неплохо Правда, наверное, есть смысл будет поставить еще одну рыболовную точку Ибо народу становится все больше и больше Сделаем ее вот здесь, наверное, где-нибудь Слушай, а я забыл вот очень важный момент А что у нас с водой? У нас вода не успевает, походу, наполняться, да? У нас идет потребление больше, чем Да, у нас идет потребление больше, чем как раз-таки идет добыча Так, ну это хорошо Это мы вопросы решим Очень легко и просто Мы сейчас возьмем еще одну помпу Или даже, наверное, две помпы И поставим их рядышком Одну мы сделаем вот тут Вот в этом месте А вторую мы поставим вот тут где-нибудь А почему нет? Да? Пускай качают А, смотри, появились надгробные камни У нас здесь Вадим Нико как раз-таки рулит У нас кто умер? Элуйя умерла в возрасте 46 лет Боже, вот оно А, и умерли они в один день А, и умерли они в один день Элуйя 44 года Дальше, давайте возвращаемся Да, трава А здесь ничего он пока не может Походу Ну, здесь биом не подходит Да, указывает количество воды Нужное семенам для роста 4 Ну, давай мы там выберем тоже Получается, кровавую эту диарею А источник воды мы с вами сделаем Знаете, каким образом? А, вот таким Мы сбоку поставим еще один резервуар Вот здесь около камней Предположим, где-нибудь, да? Даже в конце Вот сюда его утащим Как раз таким же вам потребуется Вода для полива, да? Значит, мы им сделаем Вот тут небольшой колодец Где они смогут брать воду Разместим ее вот тут, да? А, также мы поставим здесь Еще им помпу Во По-моему, будет круто Правильно? Правильно А, вот здесь, собственно, она Так, ну все Ставим ее вот сюда Фихуя, кстати А, что у нас там вообще с производством? А, слушай, растет И, кстати, очень неплохо растет И прирост достаточно большой пошел По продукции, по провизии нашей Шикардосно, просто шикардосно Григорий, что там у тебя? Слушайте, как он выглядит Охрененно, вообще Ферма в пустыне Ну, это просто такой легенький абсурд Учитывая, что они абсолютно одинаково выглядят И строятся как что на равнина, что там И одна и та же культура выращивается Ну, да Странно, конечно, но прикольно, ладно Кстати, Григорий даже, знаете, говорит Это отлично заменяет тренажерный зал Да, естественно Будешь на фермах сидеть и не так подкачаешься еще Здесь у каждого персонажа есть мысли Ну, кстати, вот о чем думает сейчас Зевс? Мы посмотрим Я так голоден Я даже боюсь спросить, чем ты голоден? Потому что ты из этого дома вообще не выходишь у нас Из этой лачуги То, да Это интересно, горно, да? Хотя, знаешь, если бы ты сделал его чуть подольше Ты мог бы прямо не по лестнице спускаться А как в этом самом В аквапарке Я вот эту трубу сел и вниз катился А что у нас там у травника, кстати? А у травника все хорошо Знаете, что подумал? А может быть нам сделать еще одну столовую, а? А то одна, мне кажется, уже не совсем справляется Со всеми эти объемами Мы ее можем разместить Предположим, где-нибудь А где-нибудь вот тут Недалеко от жилого массива У нас как раз какие-то массива выходит Там у нас и ферма Почему нет? Будут готовить, значит, здесь все, что касается ягод Классно здесь тропинка начинает отрисовываться Причем, когда близко ее не видно А вот так отдаляешь камеру, да? И ты понимаешь, как у нас происходит именно Вообще весь актив в плане движения Я еще забыл вот что Наверное, кроме как Наши с вами столовки Однозначно надо будет здесь разместить склад Иначе просто не хватит места Ну и просто они таскают очень много На себе вещей И, соответственно, тратят огромное количество времени Где у нас склад находится? Я все забываю Вот здесь, наверное, где тележка, да? Да, вот он Давайте разместим склады напротив наших ферм Где-нибудь вот здесь Даже... Хотя, не знаешь, как мы сделаем? Мы сделаем их вот конем Мы поставим... А у нас влезет интересно или нет? Сейчас проверим Два склада Один вот так мы поставим Блин, а он не вылезает здесь, смотри А вот здесь А если так мы его поставим? А вот так он у нас вылезает Раз И аналогично сбоку Вот так вот два Во, шикардосно Как раз-ки, рядом столовая Рядом... Ой, ты смотри Вот она как выглядит, кровавая диарея Охрененно Посмотрите, какие крутые деревья вырастут И какие-то действительно Типа кровавые огурцы Я даже не знаю, что-то сказать Просто какие-то кровавые полоски по нему стекают И он набухает Видите, он реально набухает Он был малюсенький, а он... Боже, он растет, серьезно Я вижу прямо, как он растет Жалко, мне ближе не приблизиться Ты посмотри, какой здоровый огурец здесь уже И вон тоже опять наполняется Круто Это может потому, что кровавая луна такая у нас Видите, это странно А у нас тут еще раз следом Походу идут сами новые выборы Так, у нас выбираются Умаша, Селениум и... Ого, ну Танюша Ну что там он хочет пронавидовать? 30 вероятность того, что пожилые пары умрут при спаривании Че? 30% вероятность того, что пожилые пары умрут при спаривании Плюс два счастья Ага, пожилые люди могут спариваться То есть, короче, старики будут чпонькаться Но при этом чпоке 30% шанс того, что он умрет То есть типа от инфаркта, там, я не знаю, от оргазма Я не знаю, чего угодно Но зато он будет счастлив, понимаешь? Тань, прикольная у тебя движуха, конечно У Маши что он предлагает? Накиты, так, попендросы Будут привиты для меньшей восприимчивости Так, минус 15% заболевания Да, давайте за Умаши Вот прямо Умаши нам нужно Увеличивает коэффициент наложения Так, скорость наложения плюс 25 минус счастья Нет, неинтересно У Маши Чпок пожилых людей Я против него ничего не имею Против Танюша, но черт подери Не сейчас, ну вот, ну только нет Понимаешь, а большинство почему-то ее поддерживают Мне кажется, все пенсионеры вышли разом и начали за нее голосовать Странно, реально странно Здесь реально можно меньше заболевать Хм, ну ладно Кто я такой, чтобы действительно все осуждать? Ну, очень странный выбор, очень странный О, ты смотри А якулка воду к себе походу притащил наверх Сейчас тебя бросят вниз И ты сгоришь там, блин А вам не кажется, что у нас леса становится дохрена мало? Мне кажется, потребуется сейчас наша как раз-таки божественная сила А то лес действительно у нас прям под исчезновением Ну-ка, что он у нас не растет ни хрена? Сейчас мы попробуем, ну-ка Я хочу лес Где у нас лес? Вот находится А, не растет что-то здесь больше, как вот этот Хм Не, нормально Все, пошло Пошел рост Просто в каких-то местах он вырастает А в каких-то, ты смотри Почему-то здесь Здесь он не хочет расти А, нет, вот пошел, короче Через раз, но пошел Тогда надо будет сейчас небольшое-то здесь Посевы устроить О, вот так вот А то они далеко уже за ним бегают Тем более, как-то совсем здесь это уже все лысо смотрится Правильно? Правильно Здесь немножко так тоже прикроем О И вот тут, наверное, давайте еще позакидываем Так Селениум Настал новый лидер Понятно, короче Праздник Это, конечно Спешки, вас радуетесь У вас будет секс То есть просто секс И еще и будете размножаться Жанр, чтобы не сработал в обратную сторону Помните, как кино было Загадочной историей Бенжи Баттона По-моему, так оно называлось Слушай, кстати, да, забыл Они у нас построили колодец Резервуар он наполняет Слушай, он наполняет, но не его Запас воды у нас пошел в плюс А, ну, получается, они все работают сначала только на этот резервуар На эти, точнее, резервуары А потом уже работают туда То есть, как бы у них одна большая единая система То есть, якобы там по земле у нас есть трубы Чуть позже А, вот, все Они наполнили те два резервуара И сейчас будут начинать выкачивать вот эти Че, круто А здесь у нас тоже кровавая дыня Только она маленькая еще И зеленая, кстати Зелено-желтая И склады построили И зима пришла Ну и классно Тогда, думаю, тогда на этом моменте Есть смысл закончить серию Мне, конечно, она получилась Сегодня достаточно насыщенная Интересная И, как мне казалось, веселая И если так же считаешь То обязательно втыкай ролику Лайкоз И если ждешь следующей серии Обязательно поддержи И если хочешь попасть в следующую серию И если не заметил Или пропустил Саряныч Ну, всех не могу Физически разом всех загрузить Поэтому продублируй Свои комментарии Сообщения И обязательно рано или поздно Ты здесь у нас окажешься Да И будешь такой же счастлив Как вот этот Шимоно Который сейчас там творит волшебство Да Прямо как-то Как стихи Все Со всеми прощаюсь Со всеми люблю Со всеми люблю Всех люблю И пока